Сельма Лагерлёв. Рождественский гость. Все его называли Малыш Руст. Он был самого простого происхождения, бедняк, у которого не было ни родни, ни крыши над головой. Он умел играть на флейте и переписывать ноты. В оркестре, в компании таких же, как он, веселых музыкантов, Руст был важным человеком. Сами понимаете, какой оркестр обойдется без флейтиста. Но со временем оркестр распался. Друзья его женились, стали уважаемыми гражданами. И Малыш Руст остался один, без работы. В просторные карманы Руст сложил самое драгоценное, что имел. Разобранную на части флейту, плоскую дорожную фляжку, нотное перо, и отправился искать себе заработок. Никто его флейту не слушал. Да и сами жители, год от году, реже музицировали. Так что и ноты переписывать было некому. И чем реже Русту приходилось брать в руки перо или флейту, тем чаще он вспоминал про фляжку и, в конце концов, стал горьким пьяницей. Не повезло ему, бедняге. Ради старой дружбы его еще принимали в окрестных усадьбах, но встречали, скрипя сердце, а провожали с радостью. От него несло затхлым запахом и винным перегаром. Он быстро хмелел от одной рюмки и начинал нести всякую околесицу. Гостеприимные хозяева боялись его как чумы. Однажды под Рождество Руст отправился к своему другу Лилье. Когда-то Лилье тоже играл в оркестре на скрипке, но потом вернулся на свой крепкий хутор и остался там жить. И вот, в самый разгар праздничной уборки, явился к нему на хутор Руст и стал просить, не найдется ли какой-нибудь работенке. Лилье дал ему переписывать ноты, чтобы как-то занять. «Уж лучше бы ты его не привечал», — сказала ему жена. «Теперь он нарочно проковыряется подольше, и нам придется оставить его у себя на Рождество». На хуторе праздничные приготовления начались задолго до Рождества. Хлопот было много. Все ходили с красными глазами, а того, что и поздней ночью работали при свечах, и при лучине подолгу умерзли в пивоварне и холодном сарае, пока солили мясо и варили пиво. Однако и хозяйка, и домочадцы все терпели, не жаловались, зная, что после всех трудов наступит сочельник, и тогда все изменится, как по волшебству. На Рождество, само собой, откуда-то приходит веселье и радость. Все будут шутить и смеяться, сыпать стихами и поговорками. Ноги сами запросятся в пляс, и припомнятся забытые слова и мелодии. И все станут добрыми, такими добрыми друг к другу. А когда появился Руст, все домочадцы решили, что праздник испорчен. Как им всем было хорошо в прошлые рождественские вечера. Бывало, хозяин Лилье усядется у печки на узкой скамеечке, а ребятишки и взрослые вокруг него. И пустится он в сказочное путешествие. Расскажет удивительные истории, перемежая слова игрой на скрипке, обрывая себя какой-нибудь милой шуткой, понятной только в их домашнем кругу. В сочельник утром Руст кончил переписывать ноты и завел речь о том, что ему пора в путь, хотя было видно, он хочет остаться. Лилье отчасти передалось общее раздражение, поэтому он довольно-таки вяло предложил Русту остаться. Малыш Руст был горд и вспыльчив. Он покрутил усы. «Уж не думаешь ли ты, Лилье, что кроме твоего дома мне некуда пойти? Да меня ждут не дождутся на железной фабрике в Бру. Там и комната приготовлена, и чарка с вином налита. Одним словом, мне надо спешить». «Бог с тобой», — ответил Лилье. «Поезжай, коли ты так хочешь». После обеда Руст попросил лошадь и Сани. С ним послали работника, чтобы он отвез его в Бру. Никто не поверил, что его там ждут, но все вздохнули свободно. В пять часов все собрались в зале, чтобы пить чай и плясать вокруг елки. Но хозяин Лилье был молчалив и печален. Он не садился на волшебную скамейку у печки. Не притронулся ни к чаю, ни к пуншу. Не сыграл им польку, отговорившись тем, что будто бы неисправна скрипка. Тут уж и хозяйка встревожилась, и дети расстроились. И все в доме пошло в разброд. Грустное получилось Рождество. Молочная каша свернулась. Свеча зачадила. Из печи повалил дым, за окном разыгралась вьюга, и с улицы потянула ледяным холодом. Работник не возвращался. Домоуправительница плакала, а служанки перессорились. А тут еще хозяин Лилье вспомнил, что забыли выставить рождественский сноб для воробьев. И начал ворчать на женщин, что вот, дескать, старые обычаи позабыты. Все бы вам только модничать. Он вышел вон, заперся у себя и начал играть на скрипке. Такой игры от него не слыхали с тех пор, как он бросил бродяжничать с оркестром. Послушав скрипку, жена сказала, «Завтра он убежит, и ничто его не остановит, кроме божьего чуда». А малыш Рост тем временем все ехал куда-то сквозь метель. Он ездил от усадьбы к усадьбе, везде спрашивал, нету ли для него работы, но нигде его не принимали. Даже из сани не предлагали выйти. У одних был полон дом гостей, другие сами собирались в гости. Некоторые звали пожить несколько дней, но только потом, после Рождества. Сочельник бывает раз в году. Дети с осени ждали праздника. Разве можно посадить рядом с детьми такого человека? Отправить в людскую неуважительно, а с гостями посадить много чести. Милая завивалась в юго. Взгляд Руста помутнел. Только сейчас он понял, что никому на свете не нужен. Он сжался в комок. Но страшный холод уже проник в него. Он уже не спрашивал, куда его везет работник. Руст вдруг ощутил небывалое смирение. Он понял, что в этот сочельник пришел его последний час. Ему суждено погибнуть от голода или замерзнуть. Потому что он ни на что не пригоден, и у него нет друзей. Вдруг сани остановились. Кто-то взял его под руку, отвел в дом, стал растирать окоченевшие пальцы. Руст не сразу сообразил, что работник, которому надоело таскаться по дорогам в метель, вернулся обратно. И непонятно было, почему такие добрые и веселые лица кругом, будто ему здесь рады. Между тем Лилия все безумствовал на скрипке, запершись в комнате. Хозяйка, недолго думая, задала Русту работу. Слышишь, Руст, как наш хозяин весь вечер играет на скрипке? Мне надо на стол накрыть, а дети брошены. Придется уж тебе поглядеть за двумя младшенькими. Из-за всех людей Русту меньше всего доводилось иметь дело с детьми. Он достал флейту и стал показывать малышам, как надо обращаться с дырочками и клапанами. «А вот А», — говорил он, «а вот С», «а вот Д». Так латинскими буквами обозначаются ноты. Детям захотелось посмотреть на эти А, Ц, Д. И Руст достал нотную бумагу, нарисовал ноты, а вот и нет, — сказали дети. Это неправильно. Они побежали за азбукой, чтобы показать, как надо писать эти буквы. Тогда Руст стал спрашивать у них алфавит, который они знали плохо. Руст увлекся, усадил мальчуганов к себе на колени и начал их учить. Жена Лилье, хлопоча по хозяйству, мимоходом прислушалась и очень удивилась. Это было похоже на игру. Дети хохотали, но учение шло им впрок. Взволнованная она подошла к Русту. «Послушай, Руст, на самом деле для тебя еще не все пропало. Руст, какое там?» Вздохнул он. Ни слова не говоря, мать поставила перед ним своих малышей. Он поднял взгляд и, сощурясь как от яркого солнца, посмотрел на них мутными глазами. Казалось, будто он с трудом может выдержать ясный и открытый взгляд невинных детских глаз. И тут жена Лилье рассмеялась звонко и радостно. «Что случилось?» Раздался голос Лилье, который вышел из своей комнаты. «Что тут такое?» «Ничего особенного», — ответила его жена. Просто вернулся Руст и согласился остаться у нас учителем при малышах. Лилье возрелся на нее в изумлении. «Ты решилась? Неужели он обещал бросить?» «Нет», — сказала жена. Руст ничего не обещал. «Но ему придется очень следить за собой, потому что здесь каждый день ему нужно будет смотреть в глаза маленьким детям. Кабы ни Рождество, я ни за что бы не решилась. Но уж коли Господь решил оставить среди нас грешных не просто малого ребенка, а своего сына, то уж верно и я могу позволить, чтобы мои дети попытались спасти одного человека». Лилье не мог вымолвить ни слова. Лилье не мог вымолвить ни слова, но если бы я хотел, все это не знал. Лилье не может ли они заставить. Лилье не помолвать ни слова. Или я думаю, что они мешают? Продолжение следует...